Всем огромный привет и сегодня я хотела бы начать свое видео не с традиционного приветствия, к которому вы так привыкли, а с поздравлений, так как у нас наступил уже новый 2016 год, также у нас уже прошло Рождество, как католическое, так и православное, поэтому я хотела бы всех вас поздравить прежде всего с праздниками, с наступлением нового года, пожелать вам, чтобы в новом году все ваши желания, все ваши планы, мечты, все сбывалось, чтобы этот год был лучше, чем предыдущий, чтобы он приумножал и приносил вам только хорошее. И сегодня я начинаю свой год 2016 на YouTube, это мое первое видео в этом году, и хотелось бы мне год начать с подарков, из покупок, которые были сделаны перед новым годом, которые были получены на новый год, поделюсь именно косметическими подарками и своими такими обновками, покупками к новому году, потому что все, что у меня было не косметическое, вы увидите уже в других видео, я думаю, что у меня много каких-то таких вот аксессуаров, много одежды я себе прикупила, поэтому это видео тоже не за горами. Итак, начинаем мы с косметики сегодня, и прежде всего хотелось бы мне рассказать об уходе. Я уже показывала этот уходовый набор в идеях подарков на Новый год, это подарочный набор от BLSR, серия Aquasource, здесь у меня представлены продукты для сухой кожи. Все шло у меня вот в такой вот косметичке, я ей себе, собственно, подарила новый уход сама себе. Косметичка обалденная, очень классная, очень удобный размер, она вместительная, при этом очень компактная, поэтому, когда мне нужно было на энное количество времени отсутствовать дома, все, что мне нужно было из декоративной косметики, из уходовой косметики, все сюда вместилось, и это не занимало много места в моей дорожной сумке. В общем, здесь идет вот такой вот крем, стеклянные баночки, Biotherm Aquasource, он для сухой кожи 50 мл. В общем, вот такой вот крем, он очень приятно пахнет, вообще вся линейка очень приятно пахнет, пахнет она каким-то персиковым сорбетом. Что стоит отметить по поводу крема, у него нежная гелевая текстура, он приятного такого персикового оттенка, но я, в общем, об уходе расскажу вам отдельно, в отдельном видео об уходе за кожей своей в ближайшее время. Также из этой же серии крему прилагали с лосьон, что меня разочаровал в этом лосьоне, он спиртовой, но, в общем и целом, лосьон, мне очень понравился лосьон-тоник, здесь 100 мл, он достаточно экономичный, потому что я пользуюсь уже периодически, совмещая со своим Невеевским тоником-лосьоном, весь декабрь, наверное, точно, и у меня еще тут даже треть не израсходована. Также здесь продукт для умывания 50 мл, это экстра комфортный, увлажняющий продукт для умывания пенка. Для сухой кожи очень классный, пахнет, как и вся линейка, об этом продукте, я думаю, что очень будет интересно послушать именно девчонкам, которые любят очень хорошее качественное умывание, но при этом у них чувствительная или сухая кожа, и они не могут себе позволить те продукты, которые могут позволить люди с нормальной кожей. Вот этот продукт, он как раз-таки относится к таким очень деликатным, очень бережным, но дающим качественное очищение кожи. И последний продукт, как бонусом шел, это линейка Aqua Source Night Spa, здесь 20 мл, это ночной продукт, ночной бальзам. Пахнет он почему-то точно так же, как и вся линейка увлажняющих средств для сухой кожи. Тоже продукт очень интересный, мне он понравился. Следующий из покупок, которые были сделаны в конце прошлого года, это Mixit, эту марку я обожаю, люблю, говорила о фаворитах года об этой марке. Я приобрела себе, прежде всего, продукты уходовые для волос. Это Princess Shampoo, это шампунь для роста волос. Я именно не настроена на рост волос, у меня нет проблем с ростом волос, но зимой мне нужно укреплять волосы, зимой и весной, когда не хватает витаминов, тем более у меня, мой организм пережил очень большой стресс для него, это зимой, поэтому мне нужно укреплять волосы, чтобы они у меня не сыпались очень сильно. Поэтому я с этой целью купила шампунь. Пока пользовалась пару раз, мне он понравился, именно он хорошо промывает, он хорошо пенится для органического шампуня. Также мне понравился, в общем-то, аромат, достаточно нейтральный, такой натуральный запах трав. Также к нему я взяла Rehab Balm. Это восстанавливающий бальзам кондицера для ослабленных волос. Собственно, почему взяла? Потому что зима, потому что волосы действительно ослаблены, нуждаются в очень питательном, хорошем, качественном уходе. Тоже про бальзам пока ничего не могу сказать. Единственное, что он не утяжеляет волосы, он хорошо промывается. И, в общем-то, мне нравится, что он делает волосы более гладкими. Но пока что тоже я расскажу уже ближе, не ближе к чему-либо, я расскажу попозже, когда я уже натестируюсь и смогу вам дать конкретное мнение об этой марке. Я знаю, что очень многие ждут видео о марке Mixit, потому что многие еще не пробовали, но интересуются этой маркой, очень хотят что-то заказать, что-то купить. Но боятся, потому что отзывов мало. На самом деле, я вот действительно советую продукты для волос, я советую продукты для тела. Для лица у меня не пошло, к сожалению. Итак, также я взяла для волос Rich Mask. Это питательная маска для ослабленных поврежденных волос. Вот этот продукт вообще обалденно пахнет. Здесь 150 грамм. Запах у него просто бомбезный. Пахнет, знаете, что мне напоминает? Это лимонный пирог, либо есть лимонный крем. Делается он из яйца и лимона. Обалденно вкусная вещь. Вот как раз вот это запах этого крема суперский. Очень крутой. И маску я использовала тоже несколько раз. Еще конечного мнения у меня не нет. Но она очень крутая. Вот сам факт ее нанесения на волосы. Во-первых, она также прекрасно вымывается. Это не силиконовая маска. Мне очень нравится, что волосы от нее становятся очень напитанные, очень легко расчесываются. При этом они легкие и воздушные, неутяжеленные. Маска очень понравилась. Наверное, я больше всего покупалась на запах ее. И взяла два продукта для тела из антицеллюлитной серии Total Control. Это у меня эффективное обертывание экспресс. Похудание для тела. 250 грамм. Такая огромная бадья. Я ее еще пока не пробовала. Единственное, что пахнет не очень приятно. Пахнет водорослами. И также антицеллюлитный массажный крем для тела. То есть он идет вместе с этой маской. То есть там вообще три ступени. Там скраб. Но у меня просто на тот момент был большой скраб, который я уже благополучно использовала. В общем, после скраба идет вот это вот обертывание. И после этого идет антицеллюлитный крем. Но антицеллюлитный крем можно использовать по отдельности. Крем обалденно пахнет цитрусовыми. Он очень приятный. Такого оранжевого цвета пахнет реально мандаринами и апельсинами. Что очень было актуально. Вот перед Новым годом получить как раз таки этот кремик. Он обалденный, он хорошо впитывается, он хорошо увлажняет кожу. Он хорошо именно увлажняет, питает кожу. Что огромный плюс. Пока что какого-то серьезного антицеллюлитного действия я на своих бедрах и на всех остальных проблемных частях не заметила. Но пользоваться мне очень-очень нравится, потому что продукт дает нужное количество увлажнения. Прежде всего кожа напитана и не вызывает у них никакого нераздражения, ничего. Но я думаю, что за счет того, что здесь содержатся эфирные масла цитрусовых, как раз таки эффект он рано или поздно даст. Следующая марка, о которой хотелось бы рассказать, это DAF. Так как продукты у меня пришли перед Новым годом, я еще не особо успела что-либо посмотреть, протестировать. Но в общем-то расскажу вам, как ознакомительная такая информация, что будет в ближайших видео. В общем, мне пришли продукты на тестирование от DAF. Это серия для волос. Интенсивное восстановление, шампунь, кондиционер и экспресс-спрей-кондиционер. Не смывашка, в общем. Буду тестировать, потому что сейчас еще пока вообще руки не дошли до этого всего. Также для волос у меня пришел сухой шампунь, который я уже благополучно наполовину использовала. Обалденный сухой шампунь. Это самый мой любимый сухой шампунь. Просто пока я его ждала, я уже успела себе в Таллинн купить упаковку этого сухого шампуня и опробовать. В общем, обалденный сухой шампунь. Уже одна упаковка у меня в пустых баночках. Это уже половина тоже израсходована. Он очень крутой. У него обалденный пудровый запах. Нежный, пудровый, свежий. В общем, он очень классно маскирует грязные волосы. Он не делает их матовыми, как батист. Что на моих волосах это неприемлемо. При этом, несмотря на то, что он не заявлен как какой-то там подтемный волос, еще что-то. На моих волосах его практически не видно. Я все-таки как-никак брюнетка. Мне очень нравится этот сухой шампунь. И я всем его рекомендую попробовать. Потому что очень качественный продукт. Очень хорошо именно справляется с жирностью на корнях. Он прекрасно работает, не портит волосы. То есть я не заметила какого-то иссушения у корней, что у меня волосы стали от него больше выпадать. Обалденный шампунь. Также мне пришло молочко для тела. Это классическая версия для сухой кожи. Обалденное молочко. Мне безумно нравится. Потому что дает очень качественное, хорошее питание. При этом очень хорошо, быстро впитывается. То есть идеальный продукт на зиму для сухой кожи на утро. То есть когда вам нужно срочно куда-то бежать, вы наносите это молочко. Очень быстро, хорошо оно легко распределяется. Наносится, впитывается. И после этого вы спокойно одеваетесь, бежите по своим делам. Обалденный продукт. И последний продукт это крем для рук. Суперский. Мне очень нравится. Во-первых, у него обалденный запах. Это масло-ши и пряная ваниль версия моя. Суперский запах. И очень крутой, потому что он сразу же увлажняет, дает комфорт ручкам. И при этом достаточно быстро впитывается. Также в декабре мне пришли две линейки понтин для тестирования. Линейка новая у понтин. Это очищение и питание. Серия слияния с природой. Она содержит экстракт грейпфрута. Питание для кончиков волос. И предназначена эта линейка для жирного смешанного типа волос. Я пользовалась один или два раза. И пока что не говорю желанию пользоваться этой линейкой. Мне она не совсем подошла. Потому что у меня волосы от нее становятся слишком рассыпчатые. И мне некомфортно коже голове. Коже головы, наверное. Просто не моя эта линейка. У меня, видимо, слишком сухая кожа головы. Мои волосы не нуждаются в таком сильном очищении. Я думаю, что я отдам, скорее всего, эту линейку маме. Но мне безумно понравился запах. И меня очень, конечно, расстроило, что немного не моя линейка. Потому что запах просто обалденный. Я была готова, на самом деле, пользоваться из-за запаха. Но в итоге я пользуюсь как раз-таки сейчас второй линейкой, которая пришла у меня на тестирование. Это линейка Аква Лайт. Это линейка для тонких волос, склонных к жирности. И она заявлена как неутяжеляющая, но при этом питающая волосы. Как раз-таки эта линейка мне подошла. У меня здесь шампунь, кондиционер. Также здесь у меня легкая питательная маска на 2 минутки. И также у меня вот здесь вот несмывашка. Очень классная, кстати, несмывашка. Она не пачкает волосы. При этом волосы после нее становятся сразу мягкие, ухоженные, увлажненные. Мне она, честно говоря, очень нравится сейчас на зиму, потому что волосы от нее меньше электролизуются. Вся линейка мне это понравилось. Потом в видео выходит за волосами, я думаю, что расскажу о ней подробнее. Но в общем и целом, наверное, самый мой любимый продукт из всей линейки, это как раз-таки вот эта маска. Она за 2 минуты действительно делает волосы очень красивыми, очень ухоженными, которые действительно очень хорошо укладываются после этого. Волосы гладкие, при этом они не тяжелые, они не пачкаются быстрее после использования этой маски. Маска очень крутая, мне очень нравится. Что касается шампуня, хорошо промывает волосы, хорошо вымывает всю грязь из волос, не сушит кожу головы, то есть у меня нет никакого дискомфорта с этим шампунем. Мне он нравится. То есть, несмотря на то, что я очень долгое время мыла волосы без сульфатными шампунями, у меня никаких проблем с этим шампунем не было. Бальзам среднестатистический, силиконовый бальзамчик, вполне себе хорошо работает на волосах. Волосы хорошие после него, мягкие, ухоженные, достаточно напитанные, не утяжеляет он волосы, волосы хорошо укладывают. Следующий продукт, который я купила также в декабре, был черный жемчуг. Это средство для умывания, это масло. Заявлено, что это гидрофильное масло. На самом деле это не масло, выглядит как масло действительно, но этот продукт, он более мыльный, нежели гидрофильное масло, и менее жирный, чем само масло. То есть он не дает практически никакого увлажнения кожи. Смывает макияж исключительно за счет вот этой мыльной основы. И, честно говоря, спорный для меня продукт, мне не понравился. Также вместе с этим средством для умывания я брала их Dream Cream для глаз. И, к сожалению, не могу его сейчас показать, но он мне безумно нравится, этот Dream Cream. Просто я его, вот это вот новогоднее самотохи, оставила где-то, наверное, у молодого человека. Поэтому я когда себе обновлю новую упаковочку, куплю и когда буду снимать видео об уходе за лицом, в общем-то там я и расскажу об своих отношениях с Dream Cream. Ну, в общем и целом, я довольна как слон. Мне очень нравится. Следующий продукт для лица, это средство для умывания с фруктовыми кислотами от новой российской марки Honey Bunny. Я когда увидела их инстаграм-аккаунт, это просто вот вообще ми-ми-ми-ми-ми. Это просто ми-ми-ми в кубе. Обалденная просто марка. Она меня именно заинтересовала своим концептом. Если вам интересно, обязательно загляните к ним в инстаграме. Я обязательно оставлю вам ссылки под видео на эту марку. У них очень интересна вся вот эта вот задумка, как это все придумывалось. У них все это можно посмотреть в инстаграме, как они работали над маркой, как они работали над рецептурами после этого, как они продумывали даже дизайн баночек, да, вот просто до мелочей продумывали, чтобы все это было удобно, чтобы это было все очень классно, красиво. Крутая молодая марка, российская марка, поддерживаем отечественного производителя, у нас импортозамещение, в общем, средства пока еще только начала пробовать, думаю, что в ближайших видео об уходе как раз-таки за лицом расскажу более подробно, но что мне понравилось? Мне понравилось, что это продукт именно на каждый день отшелушивающийся фруктовыми кислотами, я поняла, что для моей кожи какое-то жесткое механическое отшелушивание это не вариант, потому что у меня купероз, у меня очень тонкая кожа, и от какого-то жесткого воздействия я решила отказаться, но кожу нужно отшелушивать, чтобы аргавевшие какие-то частички кожи, они очищались, и для этого я как раз-таки решила, что мне нужно какое-то такое средство для умывания, или какой-либо кислотный пилинг, но как раз-таки получилось, что марка мне предоставила вот это средство с фруктовыми кислотами, пока что я несколько дней только умывалась, но мне очень нравится, во-первых, у них обалденный фруктовый запах у этого продукта, оно не сушит, не раздражает кожу, но мне понравилось, что очень-очень гладкое лицо после умывания как раз-таки вот с этим средством. Следующее, чем я решила себя порадовать перед Новым годом, это был парфюм, это был зимний парфюм, я решила себе взять Black Opium, я очень долго, как черт отлада, напрыгала от этого аромата, я не знаю почему, вот не могла понять, почему, вот не нравится и все, а этой зимой как-то вот меня переклинило, я прям бегала с навязчивой мыслью, что я хочу купить этот аромат, он безумно крутой. Это и кофе, и конфеты с пралине, и шоколад горький, и при этом есть еще такая цветочная нота, она очень редко открывается, она периодически вот так вот проявляется, вот эта вот нота белых цветов. Обычно она у меня проявляется во второй половине дня, я сижу, когда пью чай, это где-то в 4 часа дня, с утра я нанесла парфюм где-то в 8 утра, где-то вот к 4 часам дня я чувствую отчетливо цветочный запах в своем кабинете. Ну, естественно, единственный предмет, скажем так, источающий такой запах в моем кабинете, это сама я. Я также не согласна, что это какая-то конфетная, сладкая, мейнстримная вещь, она не на каждую девушку, не на каждую женщину, точнее он, это парфюм. Мне очень понравилось, действительно, зацепил. Вот зацепил именно сейчас, именно этой зимой, именно тем, что это гурманский аромат, но при этом есть и цветочная нотка, и это периодически вот так вот меняется. И действительно, в какой бы момент я не приложилась к своему запястью, в течение дня я чувствую этот аромат, и он меня захватывает, он сразу в голове рисует какие-то картинки, он меня сразу вдохновляет. Вот, действительно, парфюм, наверное, должен вдохновлять, и как раз этой зимой меня вдохновляет и Сан-Лоран. Также из моих подарков, это продукт от Натуры Сиберикой, моей любимой линейки их, которая идет в стеклянных упаковках. Это пенищееся масло для ванны и душа на Найске Лимонник. На самом деле, обалденный продукт, и вообще, я люблю, на самом деле, эту линейку, за счет того, что она прям вот такая ларшери немного среди Натуры Сиберики. Очень мне нравится вот это вот оформление. Единственный минус, несмотря на то, что у меня вот все тут наглухо было запаковано, мы еще не открывали, но у меня сама баночка вместе с коробкой, они в машине перевернулись. Какое-то время лежали вот в наклоненном состоянии, из-за этого какая-то часть продукта вытекла, слава богу, было все в коробке, но коробка, в общем-то, испортилась благодаря этому. Так что, если вы вдруг будете кому-то дарить или вы будете покупать, не переворачивайте ни в коем случае даже запакованное вот это масло, потому что оно все равно вытечет. В общем, обалденный продукт, мне безумно понравился. Во-первых, у него очень крутой запах, очень крутой, травянистый. Вот кто любит вот эту всю органику, вам понравится. Он очень приятный, ненавязчивый. Также мне очень понравилось, что кожа после этого масла, она очень крутая, очень нежная, увлажненная. Просто вот суперский продукт. Как использовать его, как такая небольшая спа-процедура, мне безумно понравилась. И также у меня появились вот такие Buff Pearls, это такие шарики для ванны. Масло для приятия ванны, да. У меня были уже такие шарики, они очень классные. Вот кто любит именно масло в своей ванне, кто любит вот эти бомбочки, шипучки, все остальное. Они очень крутые, потому что вот эта вот, как оболочка, она растворяется, внутри масло, оно очень хорошо расходится по ванной. Очень классное увлажняющее средство именно вот для кожи. Классно использовать ванны, вообще прикольно, как они плавятся от горячей воды. Классные, очень мне нравятся. Я использую свои шарики, которые у меня с личи, а это у меня шарики, по-моему, с малиной. Да, с малиной, буду использовать эти шарики потом. Следующий мой подарок, это был подарок от марки Savonry. Ну, что не от марки Savonry, подарили мне близкие мои люди этот наборчик. Я даже вот, я уже все посмотрела, на самом деле, и тут был очень красивый бантик, но я решила хоть как-то воспроизвести этот бантик, чтобы показать вам. На самом деле, обалденная такая упаковка. Был очень красивый бантик, но я его уже, естественно, живой, знаете, раздербанила. В общем, здесь у меня очень классные вкусняшки. Все это обалденно пахнет. И, на самом деле, я уже попробовала только крем для рук. Крем интенсивное восстановление. Что мне понравилось? Во-первых, что здесь есть доза, это очень классно, очень удобно. Также здесь достаточно большой объем, 100 мл. Ручки мои будут всю зиму под надежной защитой. Крем обалденный. Во-первых, потому что он действительно дает сразу такое серьезное, хорошее бронебойное питание, и при этом он сразу же впитывается в кожу, не остается никакой ни пленки, ничего. Сразу ручки очень красиво напитанные. Вы можете дальше заниматься бумажками, вы можете дальше заниматься какими-то бытовыми делами. Готовить, конечно, не советую, потому что, мне кажется, все равно что-то остается на руках. Ну, в общем, в целом, крем обалденный. Также у меня здесь молочко косметическое, индо-китайский секрет, тонус. В общем, здесь экстракт зеленого чая, масла сладкого миндаля, абрикосовое, авокадо, виноградных косточек, кунжута, макадами, персиковая, зародыша пшеницы, оливковая примула и жажоба. Пока что тоже не пробовала. Здесь 100 мл, здесь дозатор. Также у меня здесь в наборе масло авокадо. Теперь я буду делать маски с авокадо для волос. Буду, думаю, что милое тело мазать, потому что я люблю масляный уход для тела. Так, далее у меня здесь мыльца с оливой. Тоже обалденно, кстати, пахнет очень приятно. И две бомбочки для ванны. От них вот больше всего аромата от этой коробки было. Одна из этих бомбочек для гармоник с эфирным маслом лаванды. Когда меня все достанут в будущем года, надеюсь, такого не случится, я обязательно использую эту бомбочку. Нет, даже если никто не достанет, все равно использую эту бомбочку. А вторая. Оранжевое настроение с эфирным маслом мандарина. Вот самое-самое то. Я думаю, что в ближайшее время использую как раз-таки эту бомбочку, потому что Новый год. Нужно продлить себе праздник. Несмотря на то, что уже каникулы заканчиваются, мы будем всеми силами бороться за наши праздники. Еще впереди старый Новый год. В общем, обалденный подарок. Уже давно хотела попробовать именно эту марку, как я уже говорила. В ближайшее время я вам расскажу, да, о всем том, что я еще не пробовала из этой волшебной коробочки. Если вы пробовали марку Сагнри, то обязательно напишите мне в комментариях, какие продукты вы советуете. Если вы что-то пробовали из того, что я вам сегодня показала, обязательно тоже напишите свое мнение. Что и как с этими продуктами. Так, да, я быстренько проявлюсь по декоративным продуктам, потому что времени, наверное, катастрофически мало. Потому что я думаю, что камера моя сейчас сядет или что-нибудь случится еще. И просто это уже катастрофически длинное видео. В общем, из последних новинок у меня был уже тональный крем, я вам показывала. Это L'Oreal Infoable 24 часа матовое покрытие. У меня 20-й оттенок бежевый, то есть это стойкий матирующий крем. Я показывала его в видео с новогодним бюджетным макияжем. В общем, в целом, тональный крем хороший. Мне он понравился, потому что он хорошо распределяется по лицу. Он хорошо маскирует недостатки какие-то на лице. Он достаточно хорошо дает вот именно это покрытие матовое, красивое. При этом оно не маской ложится, но почему-то на моей коже оно не держится долго. То есть держится, как обычный тональный крем. Потом достаточно... Ну как? В общем-то, я не замечаю того, что на герленовском тональном креме намного быстрее появляется жирный блеск, чем на этом. Хотя это матовый, стойкий тональный крем. И знаю, с чем это связано. Следующий продукт от L'Oreal это Nude BB Majic. Это консилер от темных кругов. Честно говоря, пока не поняла этот продукт, потому что он, мне кажется, очень-очень желтый. Когда наносишься, но при этом потом он вполне себе хорошо подстраивается. Я думаю, что видно, не видно, не знаю. Но он очень темный, очень желтый именно. Но когда наносишь его на кожу, потом со временем, там, за какие-то минуты он подстраивается вполне себе хорошо. Хорошо маскирует какие-то именно круги под глазами. То есть кожа вокруг глаз становится более... Лучше смотрится намного. Необычный достаточно продукт. Пока что буду тестировать. Не могу вам сказать, что советую. Следующие два продукта, продукты для губ. Это помадка Color Sessational от Maybelline. 250 оттенок Mystic Moive. Очень классный оттенок, очень крутой оттенок. Мне он нравится. Такой, скажем так, пыльный розы оттенок. Оттенок пыльный розы. Очень красивый, мне кажется, на мне классно смотрится. Ну и карандашик от Essence к этому же оттенку. Но мне кажется, что на моих губах как раз-таки этот оттенок, он становится не пыльной розы именно, не ближе к этой помаде, а он именно ближе к натуральному моему оттенку губ. Потому что у меня оттенок губ достаточно холодный. И этот карандашик, он как раз-таки ближе к этому оттенку. Сейчас скажу. Это 06 Satin Moive. И два, три продукта последних, которые я вам сегодня покажу. Это Dolce & Gabbana. Это был мой фаворит года, так как у меня уже были эти тени. Были в другом оттенке эти тени. Это оттенок, который из рождественской коллекции, купила в декабре тоже. Это 25 оттенок Pearl Dust. Обалденный, просто обалденный оттенок. Он у меня сейчас на глазах. Очень красивый, очень шикарный, очень классный. И люблю эти тени. Как раз-таки, вот у меня, если видите, перелив этот. Можно использовать тени как хайлайтер, если вы хотите прям такой праздничный-праздничный образ. По-моему, я в Новый год как раз-таки так и поступила. Я, честно говоря, уже не помню. В общем, обалденный праздничный оттенок. Очень красивая россыпь такая, дорогая, блесток. Они при этом очень меленькие, очень красиво переливаются. Крутые тени, очень крутые по текстуре. Они такие очень сатиновые, очень приятные. Мне безумно нравятся. Следующие тени, которые я купила, это 206 оттенок нюд от L'Oreal. Также показывала вам уже эти тени. Но они у меня как-то упали неудачно. И они очень-очень мягкие, очень нежные. Поэтому они у меня, конечно, потрескались и посыпались. Вот. Я не знаю, как я буду дальше с ними жить. В общем, но оттенок сам теней мне безумно нравится. То есть, здесь очень он нежный такой. Очень классно им подсвечивать именно века. Очень классно использовать вместо хайлайтера. Тоже дает такой очень красивый жемчужный блеск. Крутой оттенок. И также я купила такой бестселлер, скажем так, на YouTube у нас. Это Essence So Glow. Это хайлайтер. Пока что не поняла, нравится он или нет. Вот сегодня нанесла его. Так. Единственное, что мне не нравится упаковка у Essence. Ну, там по-дурацки как-то открывать. Я постоянно боюсь сломать ногти. Но, в общем и целом, мне нравится, что именно дает очень влажный, очень красивый блеск, сияние такое. Именно не блеск, а сияние все-таки, да. Также очень большой продукт. Здесь у нас 4 грамма. Единственное, что да, упаковка сама по себе очень приятная, в принципе, симпатичная. Но вот как она по-дурацки открывается. И также, знаете, что я действительно сначала прочитала, что здесь cream to powder. То есть это кремовый продукт, который превращается в пудровый продукт. И действительно, когда на руке наносишь, вроде тебе кажется, что, господи, кремовый-кремовый хайлайтер. Но когда именно разносишь по скулам, вы чувствуете, что он становится слегка пудровым, запудривается. Так вот сама текстура. В общем, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Все продукты, все подарки. Все. Закончилось это огромнейшее видео. Еще раз поздравляю вас с наступившим 2016 годом. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также подписывайтесь на меня в Инстаграме, в Перископ, чтобы еще больше знать обо мне. Моей жизни, о каких-то продуктах интересных. Я иногда публикую отзывы в Инстаграм. Напишите в комментариях, что вы думаете о всех продуктах, которые я вам показала, если вы что-то из этого тестировали. Что в последнее время покупали вы, что вам интересного, хорошего, классного подарили на Новый год. Обязательно похвастайтесь тоже в комментариях. И все. До скорых встреч в новых видео в Новом году. Пока-пока. Пока.